С первого же дня фестиваль «Факел» начинает разгораться со стремительной силой. С самого утра участники готовятся к своему звездному выходу. В этом им помогают мэтры сценического искусства. Весело, шумно и многолюдно. Именно так проходят мастер-классы по народному вокалу и фольклору. В роли педагога – народная артистка России и художественный руководитель русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова. Раз, два, три, четыре, раз. Держим, держим, аппарат держим. Давай, 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 давай. Так, так, еще усложняем. Такими физическими упражнениями вокалисты разогревают тело и голосовые связки. Красота исполнения в тембре этому учит своих подопечных народная артистка. В соседнем зале тоже жаркая атмосфера. Мастер-класс для самых зажигательных участников «Факела» проводит известный хореограф Александр Каргинов. В одном ритме вместе с ним конкурсанты танцевали полтора часа без остановки. Занятия с мастером, признаются участники восьмого фестиваля «Факел Пау Газпром», они ждали весь год. Здесь всегда так, что много позитива, все эмоции получаешь, все. И мастер-класс самое такое, одно из ярких воспоминаний всегда с фестиваля, что, ну, заряжаешься очень сильно и перед выступлением на сцене. Чтобы звук был чистым, а дыхание не мешало исполнению, каждую ноту с участниками отрабатывает профессор Института современного искусства и педагог телевизионных шоу федеральных каналов Марина Полтева. В финале, независимо от возраста и опыта, голоса сливаются в унисон. Главное – быть услышанным, даже если это танец, и понятым по одним только движениям. Это считает главным лауреат международных конкурсов по бальным танцам и член журителей шоу «Танцы со звездами» Владимир Андрюкин. Выход дрессировщика, он должен выйти как человек, а не как… да? И не ходом ча-ча-ча. Шаги, вращения, эмоции, даже чтобы сценический костюмчик сидел. Для артиста важно все. Владимир Андрюкин отмечает, что с каждым годом уровень выступлений конкурсантов растет. Очень уровень растет. Я первый раз был, наверное, 8-9 лет назад. И в сравнении с тем сезоном и периодом, и сейчас, это колоссальный уровень. Наконец, когда первые уроки усвоены, педагоги услышаны, а номера тщательно отрепетированы, можно выходить на сцену к зрителю. Прискок с юга на воскок. Прискок в отрискок. Ромка коковала, счастье предвещала. Народные песни и танцы, современные эстрадные композиции и движения, которые, возможно, будут повторять еще не раз. Конкурсанты выступают в разных номинациях. Здесь и звонкий русский фольклор, и зажигательные поп-ритмы. Ромка коковала, счастье предвещает. Пожилые, ты молодые! Юные таланты выступают соло и в составе ансамблей. Трудно представить, что сложнее – выйти на сцену в одиночку или спец с остальной командой. Но на факеле прохладно не встречают. Здесь всегда поддерживают громкими аплодисментами из зала. Под занавес первого дня фестиваля участников позвали на огонек, вернее, факелок. Это вечер знакомств и еще одна возможность поближе познакомиться друг с другом и найти новых друзей. Это на сцене дух соперничества. За ее пределами дружеская поддержка, неподдельные улыбки и искренние слова благодарности. «Факел» – это не просто фестиваль талантов, это фестиваль дружбы.